Спарта расширяет границы. В этот раз мероприятие охватило еще большую территорию. Вместо двух привычных локаций для участия предложили три, в зависимости от выбранной дистанции. Так, кроме тихой заводи и тропы здоровья, где проходили ключевые испытания, участники забега побывали и на турбазе. Задача охватить весь лес выполнена. Мероприятие спортивного характера, поэтому сочетаем приятное с полезным. То есть делаем благое дело и в то же время занимаемся спортом, поддерживаем активную позицию. Люди, которые принимают участие, они делают доброе дело и подают положительный пример. Хотелось бы, чтобы нас было больше. В то время, как одни постоянно принимают участие в спарте, для других этот раз стал дебютным. Новички присоединились к мероприятию, чтобы испытать себя и внести свой вклад в общее дело. Всего участников ожидало более 40 разнообразных заданий на протяжении всей дистанции. Александр Дубовик принимает участие в забеге впервые. Мужчина уверен, что в вопросах здорового образа жизни главное правильный пример. Первый раз решил участвовать в таком благотворительном забеге с препятствиями спарта. Слышал о нем, но вот сегодня впервые участвую. В короткой дистанции, спринт 400 метров. Хочу просто не на время пробежать, а испытать себя и пройти вот эти препятствия. Такие мероприятия, как спарта, они пропагандируют здоровый образ жизни, являются очень нужными, потому что чем больше таких мероприятий будет проводиться, тем более массовым будет спорт и больше людей будет вовлекаться в здоровый образ жизни. Партнерами мероприятия выступили кафедральный собор и поисковый отряд «Ангел». Волонтеры «Ангела», пользуясь случаем, презентовали всем гостям памятки и листовки с напоминанием о том, как вести себя в лесу. Поисково-спасательный отряд «Ангел» здесь сегодня проводит небольшую выставку, где мы показываем оборудование, которое мы используем в ходе проведения поисковых мероприятий. Также мы рассказываем об отряде, об его истории, как стать волонтером поисково-спасательного отряда, как вообще в него прийти, что для этого надо. Также у нас здесь представлен еще стенд с нашей сувенирной продукцией, и, конечно, все вырученные деньги, они пойдут на благотворительность. На каждом магните вы можете прочитать какой-то полезный совет. Закрывайте окна, если у вас есть маленькие дети, вернулся ли ваш ребенок после 11 домой, ну и, конечно, что-то такое доброе, знаете, как вот там любите своих близких, да, то есть семья объединяет. То есть какой-то такой настрой на позитивный лад. На протяжении всего спортивного мероприятия проходил сбор денежных средств. Все полученные средства пойдут в фонд общественного объединения «Дети в беде». По окончании состязания победителям были вручены кубки, медали и дипломы. Для тех же, кто не занял почетное место, приятным бонусом стал диплом и медаль об участии в соревновании.